Казалось бы, что еще можно добавить, трудно вообразить себе более удачливого стечения обстоятельств, приведших 13-го по счету ребенка в семье потомков-переселенцев из Персии к столь достойному завершению его жизненного пути. Однако, судьба благоволит лишь к благодарным ей за возможность самореализоваться, данную всем без исключения. Пол Чатер, урожденный Хачик Аства Цатурян, родился в 1846 году в Калькутте и был крещен в армянской церкви Святого Назарета. Его отец работал в колониальной администрации государственным служащим и имел в браке с женой Мариам 13 детей. В возрасте 7 лет Хачик осиротел и по стипендии начал учиться в Калькутском колледже Ла Мартинайр. В 1864 году Хачик перебрался в Гонконг, где первое время жил в семье своей сестры Анны и ее мужа. В первые годы проживания в Гонконге Чатер работал помощником в местном банке, позже при помощи еврейской семьи Сосун стал работать биржевым брокером, торговал золотыми слитками и земельными участками. Наверняка молодой клерк, выписывая чеки и отмечая в книге посетителей, ставил перед собой иную цель. Изучив повадки и причуды клиентов банка, Хачик очень скоро сориентировался в общении с сильными мира сего и стал вхож в дома финансовых воротил. Дружба с влиятельнейшим семейством Сосун занесла его на гонконгскую биржу и превратила в крупного финансового дельца, затем в архитектора всех ступеней олигархии банкиров и банковских корпораций, и в результате, наконец, в самого богатого и влиятельного человека колония. Уже сколотив немалое состояние, Чаттер самостоятельно исследовал побережье и дно бухты Виктория, задумав расширить территорию с помощью насыпных работ. Кроме того, он начал приобретать для правительства Гонконга земли, ранее принадлежавшие британской армии и флоту, что способствовало не только росту накоплений финансиста, но и расширению связей. В 1868 году Чаттер совместно с парским коммерсантом Хармузджина Ороджа Моди основал успешную компанию Чаттер Энд Моди, осуществляющую финансовые операции на территории всего Южного Китая. В 1886 году Чаттер помог шотландцу Патрику Мэнсону основать первую в Гонконге молочную ферму, которая действует и по сей день как торговая группа Derry Farm International Holdings в составе Джордайн Мэттесон. В том же году Чаттер вошел в состав Законодательного совета Гонконга, заняв место Фредерика Дэвида Сосуна. Воспользовавшись своими связями в исполнительном совете Гонконга, армянин приобрел старое кладбище в районе Ванча и построил в окрестностях первую электростанцию колонии. Основанная Чаттером в 1890 году компания Hong Kong Electric стала монополистом на рынке электроэнергии и уже через год обеспечивала электричеством свыше 600 зданий. Это стало ключевым этапом в развитии Гонконга. В 1896 году Чаттер стал членом исполнительного совета Гонконга и заседал там вплоть до своей смерти в 1926 году. Кроме того, в разные годы Чаттер занимал должности великого магистра Гонконга и Южного Китая, консула Сиама в Гонконге, председателя и казначея юбилейного комитета королевы Виктории, председателя совета управляющих Hong Kong Jackie Club. Он также был членом почетного легиона французского правительства в Тонкине, принцем ордена Сен-Мишели Сен-Джордж, членом общественного комитета по освящению, председателем бриллиантового юбилейного комитета королевы Виктории. Будучи почетным казначаем Гонконгского университета, в 1923 году Чаттер получил почетную степень доктора права. Пол Чаттер с конца XIX века возглавлял индийскую общину британской колонии, выходцев из британской Индии армянского, парского и еврейского происхождения. У Чаттера было две страсти – крикет и скачки, он регулярно играл за гонконгский крикетный клуб и ни разу не пропустил еженедельные скачки на ипподроме в районе Хэппи-Вэлли. В 1872 году он открыл собственную конюшню, Четтер Стейбл, которая победила во множестве гонок. В 1955 году престижный кубок гонконгского этапа тройной короны был назван именем Чаттера. Всю жизнь сэр Пол Чаттер жертвовал крупные суммы социально-общественным и религиозно-просветительским организациям Гонконга, Калькутты, Лондона, Парижа, Нанкина и Пекина, а также армянской общине Азии. Кроме денежных отпущений, Чаттер подарил городу собственный дом, еще при его жизни названный мраморными холлами, являющий собой дворцовый комплекс, а также не имеющую равных коллекцию фарфора, в том числе статуэток из Китая. Картины, собственноручно подогнанные под тему Гонконг в веках, о 500-летней истории города. Сэр Пол Чаттер умер в 1926 году и был похоронен на гонконгском кладбище в Хэппи-Вэлле. Согласно завещанию, безоговорочно исполненному его женой, леди Марии Кристин, основная часть состояния бездетной четы перешла армянским церквям в Калькутте и других городах Индии, юго-восточной Азии, а также колледжу, где он учился. Церковь Святого Назарета в Калькутте до сих пор на эти средства содержит благотворительный дом престарелых, названный в честь мецената. О заслугах Пола Чаттера не забыл и Гонконг. В центральном районе города по соседству расположены улицы Чаттер Роуд и общественный парк Чаттер Гарден, названные в честь Пола Чаттера и построенные на землях, отвоеванных ему моря. На Чаттер Роуд возвышается 30-этажная офисная башня Чаттер Хаус, принадлежащая компании Хонкон Лэнд, основанной Полом Чаттером. В холле здания расположены бюст Чаттера и мемориальная доска с его рельефным изображением. В районе Кеннеди Таун расположена улица Хачек-стрит, также названная в честь сыра Хачека Пола Чаттера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова